Всем привет! У меня очень много последнего видео было вопросов про лудизию. Я решил снять по ней все-таки отдельное видео, рассказать более подробно о ней. Вот сейчас лето, конец июня, она у меня вот так вот активно цветет. Эта лудизия у меня ароматная, потому что есть еще такие же лудизии, да, с похожим листом, но они не ароматные. Эта лудизия у меня цветет второй раз уже за год. Последний раз она цветла у меня зимой буквально. А вот Новый год, все новогодние праздники, тоже вот была такая шапка цветов. Во что она у меня посажена? Посажена она у меня вот в чистый мох с фазном. Вот вы видите, что там нету никакого грунта, ничего такого, никакой коры, никаких удобрений. Ничего такого грунта тоже нет. Вот. И, собственно говоря, она в нем прекрасно растет, цветет, как вы видите, да, вот отлично, все хорошо. Так. И про удобрения теперь расскажу. Я ее вообще никак не подкармлю, потому что у драгоценных орхидеи есть такое не очень хорошее свойство. При каком-то внесении любого удобрения, не знаю, вот сколько раз не пробовал, у нее сразу начинают краснеть листья, они прямо вот выглядят так нездорово. И лучше этого все-таки не делать, вот, потому что, как вы видите, ей мха даже хватает на цветение. В общем-то, собственно, не надо каких-то делать лишних движений. Когда растение и так хорошо, то оно и так себя хорошо чувствует. Слышал я, что еще пробовали выращивать удачно просто в какой-то мелкой коре и в перлите. Ну, вот, не пробовал ни разу, вот, у меня во мхе хорошо растет и меня все это тоже устраивает. Так, про освещение. Стоит она у меня на полу, где-то в метре от окна. Что-то перепадает от стеллажей, что-то чуть-чуть вообще натурального солнца ей тоже перепадает. Что еще? Полив. Поливаю я ее водой из-под крана, но у нас вода из-под крана мягкая, поэтому, если у вас есть возможность поливать фильтрованной водой или собирать дождевую, или еще лучше из каких-то природных источников, то это будет вообще суперотлично, потому что орхидеи все-таки любят такую мягкую воду, вот, так что жесткой водой ее лучше не поливать. И еще у меня есть вот такой бокс тоже с моими, так сказать, новенькими орхидейками. Это вот Маккод из петала. Тоже я его буду отсюда отсаживать. Есть вот такая вот черная, не знаю, как называется. Тоже суперклассная, новая. Так, тут у меня, в общем-то, всякие, знаете, когда обрезаю орхидеи, у меня остаются разные части стволов, и я их сюда вот в живой мох сажаю, и они из них начинают, вот, новые растения появляться. Такое, как клонирование, не знаю, как это, размножение, в общем, такое. Вот у них происходит у меня здесь. И стоит этот бокс у меня с полностью закрытой крышкой под светодиодными лентами белого холодного освещения. После того, как вот эта лудизия цветает, у нее цветонос растет из центральной вот этой точки роста. Ну и, соответственно, если появляются новые побеги, то вот из вот этих пазух листьев, то есть, это сразу прям вот начнет она расти, как отцветет цветоносы, я срезаю, удаляю, как отцветет. И потом, чтобы растение как-то, ну, компактно, красиво выглядело, естественно, я беру лезвие, острым чистым лезвием, все это, вот это вот, макушки обрезаю с новыми побегами и сажаю в свежий грунт, в свежий сфагнум, без воды. Вот, пробовал воде укоренить, что-то мне как-то не понравилось, я сразу сажаю в мох сфагнум. Накрываю там пакетом, вот как с бегоней у меня мыса намыла. Вот, ну, как-то она даже, я понимаю, что и без пакета удачно. Растет, живет без проблем. Никаких насекомых-вредителей у меня на ней не было. Водой я ее не опрыскиваю никак совершенно. Ну, иногда, когда вот могу ее под душем помыть. Ну, это бывает очень-очень редко. Пару раз, наверное, за все время, что вот она у меня живет, живет очень давно уже. Ну, надеюсь, что все рассказал, в принципе, уже даже вроде бы добавить нечего. Вот. А корневины при удобрении, при укоренении корневины, вот эти вот стимуляторы корнеобразования я не использую. Просто срезаю чистым лезвием. Вот. И сажаю в мох сфагнум. Сфагнум мох я тоже, кстати, никак не обрабатываю, собираюсь сам. Вот. И никаким кипятком, никакими этим всем ничем не обрабатываю. Всем спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, вам оно понравилось, было полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok